День выборов позади. Главное на сегодня почитать все голоса избирателей. К этому процессу наблюдатели и члены избирательных комиссий подходят максимально тщательно. Нашим журналистам удалось побывать на одном из избирательных участков Запорожья. Затем как закрывали участок и подсчитывали голоса, внимательно наблюдала Ирина Погоренная. Избирательный участок номер 230-841, Заводский район Запорожья. Участок не показательный. Здесь с самого утра наблюдатели фиксировали нарушения. Нарушения на этом избирательном участке были в самом начале открытия заседания членов комиссии. Депутат, кандидат в депутаты областного совета, Жаботинский Руслан Леонидович, мешал работе комиссии. Непосредственно голове при пересчете бюллетеней постоянно задавал вопросы, которые сбивали. Голова постоянно начинала пересчитывать бюллетени. И этот процесс затянулся. Были замечания у наблюдателей непосредственно и к членам, а также председателю избирательной комиссии. Говорят, с утра работа была неслаженной. Они устранялись по ходу. А вот в начале, в самом начале, было очень неорганизованное начало. Были составлены акты на эту тему. Были нарушения перед началом голосования практически, потому что находились бюллетни здесь, в этом помещении, не запломбированные в мешке. Впрочем, к вечеру все недочеты удалось устранить. Причина беспорядка – кандидат в депутаты, согласно результатам общего голосования, также покинул пределы участка. Завершение дня голосования прошло без происшествий. Восемь часов. Все согласны. Всех восемь часов. Наши все здесь? Да, мы закрываем шесть часов. Избирательный участок 23.08.41 закрылся вовремя, в 20.00. Проходят спокойно, все участвуют, наблюдатель не вмешивается в процесс. Сначала члены комиссии рассмотрели одну жалобу, поступившую в ходе голосования. Затем приступили к подсчету отрывных талонов. После подсчитали, погасили и упаковали неиспользованные бюллетени. Были мелкие недосчеты. Чтобы не было никогда при сдаче никаких у нас нюансов, поэтому мы просчитывали их все сейчас, поэтому не спешили. Время у нас есть, но для нас главное сдаться, чтобы не было никаких у нас расчетов. К непосредственному подсчету голосов приступили только через два с половиной часа после закрытия избирательного участка. Много времени занял процесс сортировки бюллетеней. Пятый укроп, пятый укроп, двенадцатый оппозиционный блок, двенадцатый оппозиционный блок. В целом в день голосования на этом участке проголосовали порядка тысячи пятидесяти человек. В процентном соотношении явка составила 44%. Подсчет голосов длился до четырех часов утра. В городскую избирательную комиссию все бюллетени сдали без существенных проблем. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, ТВ5. Технические ошибки в бюллетенях, которые были обнаружены перед выборами, могли быть допущены не случайно. Об этом заявила киевский политтехнолог Екатерина Ударченко в рамках марафона «Ночь выборов-2015» в запорожском представительстве Института Горшенина. И то, что новые бюллетени суть или по поляру не отрознялись, это, безумно, тем фактором, до которого нужно проявлять увагу, ну, власне, зараз, да, что будут все-таки выкористаны они на периферии, а что будут, власне, вот эти бюллетни, что найдем мы их десь в выкористании. Напомним, за день до выбора во всех 613 тысячах бюллетенях по выборам городского головы в фамилии одного из кандидатов была найдена ошибка. В результате чего городская избирательная комиссия Запорожья ночью приняла решение напечатать новый тираж избирательных бюллетеней. Запорожцы пытались проголосовать за родственников, вынести бюллетени за пределы избирательного участка и заработать на своих голосах. За сутки в области зарегистрировано 55 фактов нарушения избирательного законодательства. Но в целом местные выборы в Запорожской области прошли спокойно, констатируют правоохранители. Чем еще запомнились выборы наблюдателям и силовикам, знает Елена Назаренко. По статистике явки на избирательные участки у Запорожской области средний показатель по Украине. Участие в местных выборах приняли 627,5 тысяч жителей, а это 44,5% от общего числа избирателей в регионе. По городу Запорожью явка немножко ниже, чем по области на сегодняшний момент. Это 43,1%. Явка ниже, чем на выборах в 2014 году, на президентских, на парламентских. И приблизительно коррелирует с показателями местных выборов 2010 года. Самая высокая явка по области у нас зафиксирована в Черниговском районе 52%, в Запорожском районе 49,5% и в Гуляйпольском районе 48,2%. И самая низкая явка в городах областного значения, таких как Мелитополь и Токмак. Это 36,24% в Мелитополе и Токмак 36,82%. За две недели до дня выборов запорожские правоохранительные службы были переведены в усиленный режим работы. Но 25 октября в регионе прошло относительно спокойно. Лишь в Днепрорудном избирательный процесс оказался под угрозой срыва. Самый серьезный, я бы сказал, факт, который реально был, как мне кажется, направлен на срыв выбора в целом городе, это факт заминирования всех 10 участков в городе Днепрорудном, который после проверки не нашел своего объективного решения. Всего за сутки зафиксировано 55 фактов нарушения избирательного законодательства. К примеру, одни запорожцы пытались проголосовать за родственников, другие рвали бюллетени прямо на избирательных участках, а в Жафневом и Коммунарском районах недосчитались в общей сложности 130 бюллетеней. Было зарегистрировано 4 факта, связанных с подкупом избирателей. Это в Акимовке, в Бельдянске два таких факта и в Токмаке. Незаконная агитация, которая проводилась путем СМС, телефонных звонков, распространением листовок и нахождение агитационных материалов на бигбордах. Таких фактов было 16. Вынос бюллетней за границы участковой комиссии. Два таких факта – Шевченковский и Мелитополь. Подвоз избирателей к участковым комиссиям. Пять фактов. Использование административного ресурса, как правило, производился путем контроля за посещаемостью избирательных участков своих работников, своего предприятия. Таких фактов зарегистрировано 5, Жафнева и Бельдянск 4. Наблюдатели также довольны ходом проведения голосования Запорожской области. Нарушения были, но мало и незначительные. Спроба вкадания бюллетней в такие выпадки были зафиксованы, но всего 0,4% от загальной количества дельниц в Украине. Фотографирование бюллетней – это 1%, который был зафиксован в Украине. Представители гражданской сети опоры отметили, что с большой вероятностью можно говорить о втором туре выборов городских голов в Запорожье, Бельдянске, Мелитополе и, возможно, Энергодаре. Елена Назаренко, Константин Пороскевич, ТВ5. Запорожская городская избирательная комиссия приняла больше половины протоколов по выборам в депутаты областного совета. Планируется, что к вечеру процесс завершится, а протоколы передадут в региональную избирательную комиссию. Параллельно с городской работают районные территориальные избирательные комиссии. Они ведут подсчет голосов по выборам в мэры Запорожья и депутатов горсовета. Собранные там протоколы городская избирательная комиссия ожидает увидеть уже завтра. По их информации, пока что серьезных нарушений в протоколах не выявлено. Впрочем, некоторые из них отправили на доработку из-за допущенных ошибок. Некоторые участковые комиссии не понимают разность в понятиях, что бюллетень ей недействием, або испорченным. Вот эти вот моменты. Потом к нам приезжают участковые избирательные комиссии в спешке, оформляя документы, чисто математически, технически совершая ошибки. Есть моменты, когда участковые избирательные комиссии приезжают, конечно, с непрошитым протоколом. Мы, естественно, их возвращаем на уточнение. Сербские и португальские наблюдатели из Фонда за демократию и управление предоставили отчет о нарушениях избирательного процесса на местных выборах в Запорожье. Наблюдатели ввели в четырех городах Запорожской области. Энергодаре, Мелитополе, Бердянске и в областном центре. Больше всего нарушений иностранцы заметили в Мелитополе. Здесь наблюдатели зафиксировали людей, которые интересовались волеизъявлением горожан, но при этом не имели при себе соответствующих документов. А также заметили машину, из которой избирателям дарили подарки от имени одного из участников выборов. Все свои наблюдения иностранцы представят своему руководству. Анализировать же ход избирательного процесса в Запорожье не в их компетенции. Как я говорил вчера, наша задача передавать факты. Для нас тяжело быть аналитиками. Когда ты становишься аналитиком, ты высказываешь уже свое субъективное мнение. И тогда наша миссия становится необъективной. Жители дома в проспекту Советский 7 устали бороться с незаконной вырубкой деревьев на территории их дома. 19 октября работники зеленстроя спилили оставшиеся четыре дерева и не предоставили акт выполненных работ. Жители просят городскую власть разобраться в сложившейся ситуации и наказать виновных. Валентина Ищенко уже 39 лет живет в доме номер 7 по проспекту Советскому. Еще 25 лет назад она вместе со своими детьми и соседями посадили на этом участке 21 дерево. Хотели озеленить территорию возле дома, но за последние пять лет деревья постепенно начали спиливать неизвестное. Как появилась сауна, начали деревья пропадать. Думаю, ничего не понятно. Потом уже не только пропадать, а уже нагло спиливать. Весной спилили несколько штук. Я вызвала милицию. Они пошли, пошушукались с женщиной сауной. И на том закончилось. Сауна, о которой говорят жильцы, это оздоровительный комплекс лагуны. Жители дома говорят, они спиливают деревья в личных целях. Последней каплей стало спиливание последних четырех лип. Утром в 8 утра шли на работу. Прекрасные деревья, зеленые. Дети собирали выходные орехи. Все замечательно. В час дня уже тут ничего нет. Видите, даже ни одного листика. Мы просто в шоке. Документов, подтверждающих разрешение на спиливание деревьев, работники зеленстроя жителям не предоставили. Буквально за полчаса убрали все последние зеленые насаждения и уехали. Вы деревья сухие попилили, я спрашиваю? А что это? Какая это служба у вас? Скажите, пожалуйста. Вы меня слышите? Зеленстрой. Зеленстрой. Вы сухие деревья пилили? Я еще раз задаю вопрос. В экологии сказали, да, у нас есть заявка на срез этих деревьев, потому что они засохли. Я сказала, ничего не засохло. Вы знаете, деревья красавцы, зеленые, липа. Я плакала, когда они срезали все это. Такая красавица, липа. Все зеленое, все красивые деревья были. Начальник инспекции по благоустройству города говорит, разрешение на спиливание деревьев дали в управление по вопросам экологической безопасности. Экология сказала, что выдавали акт на этот адрес, в котором указывали о сносе деревьев и зеленые зоны. То есть они там выполняли работы на основании документов. В случае незаконной вырубки еще зеленых деревьев, в инспекции по благоустройству города советуют сразу обращаться к ним по телефону. А вот зачем управление экологией дает разрешение на спиливание незасохших деревьев и кому это выгодно, вопрос остается открытым. Седония Аракелян, Эдгар Копытов, ТВ5. Ко дню автомобилиста, который отмечают в последнее воскресенье октября, запорожские автолюбители провели масштабный автопробег. Завершился он на площади фестивальной. Там владельцы раритетных авто устроили выставку. Жители города могли полюбоваться раритетными моделями на фестивальной площади. Свои автомобили представили городские клубы «Запорожские врата», «ГАЗ-24», «Драйв», «БМВ», «Фольксваген», «ВАЗ-2101» и «Александровский». Мы с самого утра сделали автопробег через весь город с площади Ленина к памятнику автомобилистам. Возложили цветы, сделали памятное фото и вернулись сюда на площадь, чтобы продолжить праздник. От своего клуба мы выставили три автомобиля «Покарт» 30-го года и два «БМВ» с 40-го и 50-го года. Все желающие могли сфотографироваться с понравившимся экспонатом или даже сесть за руль. Здесь у нас была выставка, конкурсы, веселая программа. В общем, подарили людям праздник, много было посетителей, у всех было хорошее настроение. В этом году остался неудел «Фаэтон». Клуб готовился к мероприятию в Васильевке, но в последний момент все изменилось. Водители и машины к автопробегу и выставке присоединиться не успели. Просто физически не успели подготовиться и собрать водителей, которые нам надо, и не предоставили. Сегодня ничего не выгоняли. Плюс очень сложный день в музее, там практически каждые полчаса группы, поэтому просто физически мы не смогли сегодня участвовать. Но мы душой, так сказать, принимаем участие в этом мероприятии. Все знают, что мы всегда помогаем и всегда проводим, и все делаем. Но на данный момент, вот сегодня именно, не получилось. Одна из целей пробега – пощить память погибших автомобилистов. Кроме того, участники просто хотели пообщаться с автолюбителями в свой профессиональный праздник. Станислав Печурин, Константин Грушко, ТВ5. Зорбинг – это головокружительный вид спорта в прямом смысле слова. И оказывается, попробовать себя в экстремальном занятии можно и в Запорожье. Об этом и многом другом уже готовы рассказать ведущие программы «Планшет» Татьяна Ищук и Никита Сердюков сразу после выпуска новостей на ТВ5. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать свое мнение, пишите главред at tv5.zipi.ua. В студии работала Алена Матвеева. Увидимся в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алена Матвеева. Алена Матвеева.